Проанализируем ситуацию непосредственно на линии боевого столкновения, ведь не секрет, что вооруженные силы это действительно все, что у нас есть. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. При этом определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. И теперь внимательно посмотрим на карту и начнем с северского и слобожанского направлений. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Винтоновка, Середина Будо, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка – это Сумская область, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Строевка, Харьковская область. Далее Купинское направление. Здесь враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили шесть атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово – это все Харьковская область. Далее Лиманское направление. Наши защитники отбили две атаки противника в районе Белогоровки – это Луганская область. Окупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Екатериновки – Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Невская, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спирное Донецкой области. Далее мы переносимся на многострадальное Бахмутское направление. Здесь захватчики семь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Марково, Часовьяр, Ивановская, Белая гора и Нью-Йорк Донецкой области. Далее не менее горячая точка – это Авдеевское направление. Враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское – это все Донецкая область. Силы обороны отбили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Бердичев – это Донецкая область. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомаевское – Донецкой области. Далее Маринское направление. Здесь враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Маринки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов Донецкой области. В частности Красногоровка, Маринка, Победа и Новомихайловка. На шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов. В частности Углидар, Золотая Нива, Богоявленка, Благодатная, Урожайная – это все Донецкая область. Далее Запорожское направление. Здесь противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. В частности Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Щербаки, Пятихатки. Это все Запорожская область. Далее Херсонское направление. Враг нанес авиационные удары в районных населенных пунктов. Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольская, Херсонская области. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михайловка, Качкаровка, Веселая, Тягинка, Херсон, Ромашково, Херсонской области и Солончаки, Николаевской области. И тут важно отметить, что в то же время силы обороны продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении. И наступательные штурмовые действия также на Бахмутском направлении. При этом нанося врагу колоссальные потери в живой силе, техники и истощают врага по всей линии фронта.